Понятию успех можно дать большое количество определений. В обществе считается, что высокий статус и деньги – это уже синоним успеха. Но если задуматься чуть глубже, то выходит, что человек, который добился высокой должности, высокий статус и много денег, порой не видит свою семью неделями и месяцами. При этом по пути по той самой пресловутой карьерной лестнице он испоганил своё здоровье. Как итог он, вероятно, сократил свой главный ресурс – время жизни и время общения с близкими людьми. Можем ли мы назвать его успешным человеком? Вряд ли. Разве что отчасти? Также есть люди, которые положили болт на карьеру и профессиональный рост, а также на социальный статус и могут жить вполне счастливо. Иметь много времени и энергии, но совсем не иметь денег и статуса. Вероятно, это тоже не определение успеха. Мы определим успех как гармоничное наличие всех четырёх ресурсов. Но при этом отметим, что успешные люди по-своему расставляют акценты. Для успешного человека важнее наличие энергии и времени, а не денег и социального статуса. Давайте разберём каждый ресурс отдельно. Время. Оно является самым ценным ресурсом у каждого человека, который имеет в жизни хоть какие-либо цели, кто стремится к достижениям и результатам. Время невозможно вернуть. Поэтому успешный человек первым делом ценит и считает своё время. Он покупает чужое время, чтобы сохранить своё. Как экономить ресурс время? Бесцельный просмотр новостей, сериалов или фильмов. Бесконечная лента в социальных сетях и ролики на YouTube и хаотичный серфинг в интернете. Общение с людьми, которые не приносят ничего толкового. Лень и бесцельное времяпровождение. Научись относиться ко времени как к ценному ресурсу, который нужно экономить, а не беспечно раскидываться. Энергия. Она идёт рука об руку со временем. Но энергия восполнима, поэтому стоит чуть позади времени. Как экономить ресурс энергию? Очень мало кто задумывается о том, чтобы экономить свои силы и энергию, пуская её максимум в нужном русле. Часто мы берёмся за ненужные задачи и маловажные дела, которыми даже не стоит заниматься. Мы тратим много сил и энергии на вещи, которые можно назвать второстепенными или лишними. Составь список приоритетов и важных дел, которые должны быть выполнены в первую очередь. Занимаясь всем подряд, ты не даёшь себе возможность сконцентрироваться на главном. Люди, которые всегда заняты и пытаются решить много задач одновременно, делают мало действительно нужного. Затраченных усилий недостаточно, а цели и мечты так не будут достигнуты. Статус. Многие его ставят на последнее место, ошибочно путаясь с понтами. Но статус превращается в понты, если оказывается на вершине ценностей. Во всех остальных случаях статус важнее денег. Можно оказаться без денег, но сохранить репутацию. И тогда связи и доброе имя быстрее помогут снова заработать деньги. Деньги. Это самый восполняемый ресурс. И самый нестабильный. Сегодня есть, завтра нет. Если у тебя есть всё остальное, деньги появятся, не так ли? Человек, который сфокусирован на деньгах, нищий. Он не живёт свою жизнь, он продаёт её другим, более успешным, за гроши. Даже если у человека много денег, которые стоят во главе угла, он зависит от своих накоплений. Сразу вспоминается Скрудж Макдак, который ничего не видел кроме денег. Оглянувшись по сторонам, столько всего интересного можно разглядеть. Как экономить ресурс деньги? Значительную часть денег съедают маловажные хаотичные покупки. В результате бюджет худеет на то, на что даже не планировал тратить финансы. Как экономить деньги? Всегда откладывай 10% дохода в копилку. Записывай все свои расходы, заранее планируй бюджет и используй приложение для контроля финансов. При покупке вещи думай, сколько часов, дней или месяцев тебе придётся за неё поработать. Откладывай спонтанное решение купить новую вещь на несколько дней. Когда эмоции улягутся, то можно принять правильное и взвешенное решение. Не разбрасывайся деньгами в барах на дорогие подарки девушкам и импульсивные покупки. Итак, подведём итог. Успешный человек расставил бы приоритеты так. Первое время, второе энергия, третье статус, четвёртое деньги. Человек с бедным мышлением расставляет приоритеты обычно так. Деньги, статус, энергия, время. Всем спасибо за просмотр, не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. В заключение хочу сказать, не бегайте за деньгами, а идите за счастьем в своей жизни.